Приветствую вас. Я прочитал ваш вопрос. Честно говоря, для мести то, что девушка сделала, на мой взгляд, недостаточно. Потому что, ну, месть, она должна быть более изощренная, должна быть более, так сказать, расчетливой, она не должна быть более сантанной, и месть вот в таком мяче, ну, предполагает все-таки, наверное, наличие какой-то надежды. Наличие какой-то надежды на то, что, к примеру, вы как-то эмоционально зацепитесь за эту ситуацию, за человека, и будете, соответственно, тяготеть к нему, к человеку, я имею ввиду. Вот. Здесь ничего подобного не происходит. Девушка просто, как вы говорите, через год решила с вами встретиться, или вы встретились. Опять же, не совсем понятные обстоятельства встречи. Потому что, если это была встреча случайная, на улице, например, где-то, или там, в каком-то месте, то вряд ли, чтобы девушка воспринимала это как месть. Если это история, когда, там, ну, не знаю, когда она вам, например, лайк поставила где-то в социальной сети, или что-то еще, и вы как-то начали общаться. Да, здесь больше похоже на месть. Но, опять же, я повторюсь, что месть должна оставлять человека полностью, вообще, ну, дискредитированным, да, разбитым. Вот. А здесь этого не произошло, на мой взгляд. Вы говорите, значит, сама начала ныть, что никого нет, меня тоже нет. Ну, вот здесь, на самом деле, история о том, что девушка вам прямым текстом говорит, что у нее никого нет. То есть, она не говорит, что хочет быть с вами, не говорит, что жалеет о том, что с вами рассталась. Кстати, я вижу, что расстались вы. Она этого всего не говорит. Она говорит только то, что у нее никого нет. То есть, я подразумеваю, что ей кто-то нужен. Подразумеваю, что одна она быть не может. Ну, или не хочет. И, собственно, все. То есть, человек не говорит о том, что ему нужны вы. Человек говорит о том, что ему просто кто-то нужен. Это разные вещи. И если воспринимать то, что девушка говорит вам прямо, то, мне кажется, здесь никакой изначальной надежды на именно взаимодействия с вами нет и быть не могло. Здесь просто потребность девушки с кем-то быть. И здесь восприятие вас как достаточно удобного для этого партнера. Именно удобного партнера. Дальше. У меня тоже нет. Решили как-то вместе сходить в кино. Она сказала вернуть ее можно, но не быстро. А потом заблокировала везде и сказала ей другое. Понимаете, вот я не очень понял, сходили вы в кино или нет. Но если бы это была месть, то девочка сходила бы с вами в кино. Постаралась бы лучше привязать вас к себе. Вот. Дать надежду. И, соответственно, уже после этого она бы вас сбросила, сказав, например, что ты мне не подходишь. Да, допустим. То есть, делать так, как она поступает, вот именно так, как она поступила, но это не месть. Это не месть, а если это и месть, то это очень непродуманная, слабая, импульсивная месть, которая спустя год невозможна. То есть, это возможно, там, через месяц после расставания, через пару недель после расставания, когда вот чувства еще свершие. И подобная реакция, подобное поведение, подобное обстоятельство могло бы вызвать у вас более чувства и все такое. Да, это может. Но не через год. Знаете, для года этого очень мало. Для года это ничто. Ничто. Поэтому, нет, это не месть. Я думаю, что девушке действительно нуждалась комната, она встретилась с вами, с вами в надежде на то, что от вас она может получить того, что ей нужно, но по каким-то причинам она то ли то или испугалась близости с вами, испугалась сближения с вами, может быть, потому что она почувствовала, что вы от нее чего-то ждете, чего-то хотите, может быть, просто поняла, что вы не совсем тот человек, которым ей нужен. То есть, она встречалась с вами по, ну, по памяти, да, вот просто по памяти. Но это ни на что не влияет абсолютно. Вот. Поэтому я не думаю, что это месть, я думаю, что это просто что у человека был какой-то импульс, у человека был момент слабости, может быть, она действительно там поссорилась с кем-то, я имею ввиду, со своим парнем, и поссорившись со своим парнем, она имела все основания сказать, что у нее никого нет. Ну, раз поссорил, значит, расстался. Вот. А потом они обратно помирились, и она вам сказала, что у нее появилось другое. То есть, что у нее другое, и это, опять же, тоже правда. То есть, это все выглядит, как такая, знаете, легкая форма истирики, я бы сказал. То есть, это больше свидетельствует об определенных проблемах человека самого, чем о какой-то вот спланированной миссии, которое должно было принести ей удовлетворение. Потому что мисс так не происходит, мисс так не организовывают. Что касается того, что вы звонили ей на работу и не трезвые, но звонили после того, как она вас заблокировала везде, через две недели, ну, я полагаю, что, опять же, это ваше восприятие, это ваша реакция, это ваше, ну, ваше поведение, ваш поступок. Но к миссии, как таковой, опять же, это не имеет отношения, потому что вряд ли девочка могла предполагать, что вы ей будете так звонить. Тем более, спустя год после того, как вы расстались и спустя две недели после того, как она вас заблокировала. С другой стороны, если вы, встретившись, целовались, если вы, встретившись, переспали, если вы сходили в кино, если у вас было близкое, долгое, интимное общение, интимное, ну, вот, как бы, говоря про интимное, я не имею ввиду секс, обязательно. Если все это было, то, в таком случае, ваша реакция, действительно, правильная, правда, две недели, в таком случае, несколько запоздала, на мой взгляд. Вот, и да, в таком случае, это может быть местью, но это как-то не вписывается в то, что она ноет, что у нее никого нет. То есть, как бы, вот эта обезличенность ее желания с кем-то быть, она все-таки больше свидетельствует о том, что девушке кто-то нужен, но не нужны вы. То есть, это свидетельствует о том, что у девушки реальные проблемы, а человек, который мстит, он не будет преподносить себя, как кого-то, у кого есть проблемы, потому что ему нужно создать иллюзию, иллюзию у жертвы, что, ну, что у него все хорошо. Или, по крайней мере, что у него есть какая-то вот целенаправленная такая вот позиция, и он идет к своей цели, и он ни на что не отвлекается. Вот, у вашей девушки этого нет, соответственно, говорить о том, что она вам мстит, я думаю, нельзя. Что касается того, что вот вы сказали, что у вас никого нет, я так понимаю, что у вас никого нет год, и я понимаю, что расставание это для вас нелегко. Ну, нужно разобрать причины расставания, нужно разобрать то, как вы относите к девушке, нужно разобрать то, какие ваши ошибки совершили, нужно разобрать то, почему год у вас никого нет, нужно разобрать то, нуждайтесь ли ли вы в ком-то, если да, то почему и для чего, и нужно набрать то, для чего вы звонили девушке, будучи не презвым, на работу. То есть, есть у меня такое ощущение, что вы хотели настроить её ещё больше против себя, но в этом я не верю, по крайней мере. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку, в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго.